Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. В этом видео мы с вами рассмотрим бесплатный плагин для WooCommerce. WooCommerce – интернет-магазин на WordPress. Плагин, который мы рассмотрим в этом видео, позволяет произвести покупку в один клик. То есть плагин добавляет дополнительную кнопку, по клику по которой открывается всплывающее окно, где человек вводит минимальные данные и сразу же информация уходит администрации данного магазина. То есть это упрощает задачу для покупателей. Давайте в этом видео разберем, как настроить данный плагин. Итак, давайте сначала посмотрим, что у нас получается, что в итоге у вас получится, после того, как вы за мной повторите, если вам нужна эта кнопка, и реализуйте это в своем магазине. У меня все настроено. Смотрите, у меня нет кнопки «Добавить в корзину». Да, у меня просто кнопка «Купить в один клик». Там разные есть условия. Сейчас мы будем с вами рассматривать. Показываю, как это может быть. Вот, я нахожусь в карточке товара. Вот эта кнопка. Я на нее нажимаю. «Появляется форма». Эти данные мы можем убирать, добавлять, менять, убирать даже фото. Это название товара. И три необходимых поля для клиента. Введите имя, введите имейл и телефон. Поля тоже можно. Например, вот имейл тоже, даже если вам не нужно, можно убрать. И чтобы вы получили от человека только телефон и имя. Как отправляются письма, тоже позже рассмотрим. Ну и сразу это окно мобильно адаптивно. То есть оно также будет хорошо смотреться на мобильных устройствах. То есть вы сейчас видите, поля поменялись. То есть все стало в одну колоночку. И смотрится нормально все. Вот так вот это смотрится. Вот, смотрите, плагин не работает один. Он бесплатный, но не работает один. Он работает в связке с другим бесплатным плагином «Контакт Форм 7». Если у вас этого «Контакт Форм 7» нет, то надо будет устанавливать два плагина. Соответственно, да, если «Контакт Форм 7» есть, то ставим только один плагин. Давайте посмотрим, кто даже не знаком с «Контакт Форм 7». Вот «Контакт Форм 7» как называется. Это очень популярная форма для сбора заявок, то есть лид-форма, которая интегрируется с большим количеством плагинов, с элементром и так далее. Многие люди ее используют. Так вот, этот плагин нам тоже понадобится. Давай сначала покажу, как найти данные плагины в репозитории WordPress. Вот, смотрите, переходим в плагины «Добавить новый». В поле «Поиск» я написал «Контакт». Вот появился «Контакт Форм 7». Нужен именно этот плагин. Сначала его установите, потом установим плагин «Быстрый заказ». Вот здесь нажимаете «Установить» кнопкой «Активировать». Видно, что у меня уже все установлено и активировано. Ищем плагин. Вот так он называется. Название. Ссылка под этим видео будет на статью на мою сайт fedorvasilv.com В статье будут все названия прописаны. Если вы не хотите от руки писать или не получится у вас там что-то, зайдете на сайт на мой, скопируете название со статьи и вставите в поиск. Вот его иконка, как он выглядит. Вот это название. У меня он установлено и активирован. Вот. Это видно. Вы устанавливаете и активируете. Дальше мы можем, в принципе, сразу пройти в этот плагин. Смотрите, где он находится после активации. Именно вот этот плагин. Мы переходим в WooCommerce. Настройки. После активации плагина появляется вот здесь дополнительная вкладка «Заказ в один клик». Плагин, естественно, русифицирован на русском языке. И давайте посмотрим, как он работает. Смотрите. Так как он на русском, я тут бегло пробегусь по настройкам. Расскажу лишь про режимы. Режим каталога. И внизу будет описание, что это значит. То есть сейчас, вот режим каталога, появляется кнопка, прячется обычная кнопка в корзину. Если вам нужен и весь процесс, как есть он в WooCommerce, то есть добавить в корзину, вот эти все три шага пройти, плюс на выбор клиента еще и кнопка в один клик, то вы можете выбрать другие варианты. Например, штатный режим. Обратите внимание, описание меняется для этого режима. Просто читайте, и из описания понятно, что за штатный режим. Есть еще, видите, режим предзаказа и специальный режим. Давайте посмотрим штатный режим. Что он даст? Сохранить настройки. После обновления страницы, обратите внимание, возвращается кнопка, обычная кнопка добавить в корзину. И купить в один клик у нас остается. То есть вот, купить в один клик. Смотрим, так же работает. Если вам нужно не для всех товаров выводить, купить в один клик, например, на каких-то товарах вы хотите прятать эту кнопку, потому что после активации плагина автоматически ко всем товарам добавляется кнопка купить в один клик, то вы можете пройти. Вот я зашел в режим редактирования товара, у вас здесь появляется дополнительная, вот здесь вот опция, выключить кнопку. Ставьте галочку, обновить, и тогда конкретному товару кнопка работать не будет. Она не будет отображаться здесь вообще. Так что здесь вот имейте в виду. Следующее, что надо разобрать, нам нужно подставить вот с контакт форм 7 форму. Смотрите, здесь уже все автоматизировано и все настроено. По идее, надо бы пройти в контакт форм 7, создать форму. И там нужно, вот здесь вот нам подсказано ниже, обязательно в полях поле имя, email и телефон заменить вот на такие вот моменты в самих полях. Нам это делать не придется. Вот здесь уже выбрано, смотрите, контакт форм 7, видите, заказ в один клик и контактная форма. То есть, смотрите, давайте перейдем в плагин, я вам покажу сейчас, о чем идет речь. Когда я установил контакт форм 7 впервые, у меня по умолчанию была уже форма, вот она одна была здесь, и вот его шорткод. Но когда после я поставил плагин, автоматически данный плагин, именно кнопка в один клик плагин, он автоматически к контакту форм 7 создал соответствующую форму. И тут все настроено, вот она, заказ в один клик, то есть это не я создал название, это все автоматически проставилось. Вы можете зайти в эту форму и тоже можем здесь манипулировать. То есть вот, вот эти моменты, вот эти вот моменты, по идее раньше вручную надо было менять в полях. Что это за поля? Здесь вы решаете, какие поля будут заполняться людьми. То есть введите ваше имя, 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 введите ваше имя. эти данные нам придут на почту почта которая привязана к нашему магазину администратору сайта дальше то есть нам здесь ничего не надо я просто вам объясняю здесь еще момент здесь конечно почта должна быть привязана к домену обязательно иначе письма не дойдут у вас на на ваш email если вы как бы не знаете о чем идет речь у меня есть также видео как создаются почты эти и так далее а вот тут вот какие данные мы получаем тоже мы получаем на почту имя человека телефон email ну еще вот тут это сообщение то есть какого сайта отправлено здесь еще поставил сайт title заголовки письма и поставил галочка стать стояла html формат письма все по идее но я хочу вас научить если вы как бы совсем новичок например чтобы вы немножко разбирались вот вы хотите поле email убрать вам достаточно получить клиентское имя и телефон а для клиента еще проще заполнить форму то это можно также сделать вот в этом контакт форм 7 в двух местах убираем сначала мы убираем email только конечно не убирайте имя и телефон потому что это самые важные данные вот эта вся строчка отвечает за email я просто ее отсюда убираю вот так но не забудьте вот здесь вот куда приходят данные email здесь тоже мы убираем раз мы не получаем эти данные то отсюда мы тоже убираем это то что придет к вам на почту какие данные сделали изменения сохранить это не обязательно делать вы можете получать все эти данные просто я показываю какие манипуляции могут быть полезны кто-то захочет управлять этими полями и вот смотрим видите остается данные видите имя и телефон все дальше с контакт from 7 здесь как бы понятно мы возвращаемся с вами в плагин быстрая кнопка быстрый заказ дальше по настройкам пройдемся смотрим с вами дальше смотрите вот здесь вот эти данные какие хотите чтобы подставлялись да это нас с вами управляется вот здесь я бы убрал артикул по крестику вот здесь вот оставил изображение цена вы уже на ваше усмотрение как вам больше нравится все дальше просто уже по умолчанию смотрите читайте описание стиле и скрипты глобальная галочку поставил тут ниже тоже читайте и на ваше усмотрение где ставите галочку где нет все сохранить нажимаю давайте еще раз проверим обновимся посмотрим вот а ну я оставил количество и цена видео я убрал картинку картинку конечно лучше оставить иначе много пространства здесь но тут на ваше усмотрение можете все оставить я оставил изображение то есть все поля который отключил и все можно обратно добавить сюда сохранимся посмотрим все имя телефон отправить отображается картинка и цена и теперь с этой кнопки да как проходит данный понятно что они уйдут на почту куда еще эти данные попадают потому что у нас же есть в коммерс вкладка заказы где мы можем управлять статусами заказа я хочу вам показать что везде все доходит давайте допустим заполнен данные посмотрим заодно доставляем и как вообще это происходит я нажимал отправить спасибо сообщение успешно отправлено все человек остается на этой странице смотрите в админке сайта заказы в коммерс заказы 20 секунд назад федя мое сообщение ожидает оплаты давайте посмотрим то есть сюда тоже попадают все данные тот же товар все данные абсолютно граммы там если все что я выбрал смотрите имя имела нет телефон подставляется видите и я уже могу статусами например оплачен заказ выполнен обновить все и на почту сейчас посмотрим как пришло название сайта номер заказа имя видите пришло телефон информация о выбранном товаре название действительно такое это название товара айди атрибуты грамм сколько я выбрал один килограмм цена сколько это стоит количество сколько я выбрал одно количество 1 единица товара до и того 2000 это стоит и ссылка на товар я могу освежить память свою кликнуть и посмотреть какой товар конкретное выбрал человек да то есть все абсолютно все данные с быстрой кнопки приходит вот так вот это все быстро просто настраивается кому интересно пользуйтесь надеюсь для вас был урок полезный а мы с вами увидимся следующих видео пока пока друзья